Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Вилышева. Кому дело? С сегодняшнего дня в Украине некому расследовать уголовные преступления. Как будут решать эту проблему? Дома убийцы. В Киеве решают судьбу двух тысяч хрущевок, отживших свое. Снесут или отремонтируют? Не виза единой. Евросоюз усложнил процедуру пересечения границ Шенгенской зоны. Что будут требовать? На троих не сообразили. Коалиционные переговоры в Германии провалены. Пойдет ли Меркель на перевыборы? Следствие установило, кто отдал приказ открыть огонь по протестующим на Майдане в феврале 2014 года. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня наконец-то назвал имена и фамилии этих людей. По его словам, уже в ближайшее время начнется новый судебный процесс в отношении Виктора Януковича и его соратников. По версии следствия, ответственность лежит именно на них. Генпрокурор рассказал, что подозрения относительно этих убийств уже получили 380 человек. Кроме того, на очереди расследование экономических преступлений бывшего главы Миндоходов и Сборов Александра Клименко, первого вице-премьера Сергея Арбузова и млада олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Я надеюсь, что до конца этого года, возможно, немного позже, мы получим решение суду о возможности заочного досудового следствия, а потом и начатку нового процесса над Януковичем, Захарченко, Якименко, Тоцким, которые, за нашими подозрами, дали злочинный наказ стрелять в мирных людей. Клименко предъявлено после величезных проблем в судах и разных методов его защищения. Подозра накладена арешт Майнона самого Клименко близко 10 миллиардов гривен. И сегодня с родственниками героев Небесной Сотни встретился Владимир Гройсман. Глава правительства еще раз пообещал, что государство поможет в обучении и оздоровлении детей погибших. По словам премьера, будет также решен жилищный вопрос на очереди и соцобеспечения, но для этого нужно внести изменения в законодательство. С сегодняшнего дня прокуроры не имеют права открывать уголовные дела. Функция следствия должна перейти к Госбюро расследований, которое де юра есть, а де факто нет. И это при том, что Верховная Рада на прошлой неделе не продлила полномочия прокуратуры. Кто же теперь будет расследовать преступление, разбирался Александр Васильченко. В ГПУ бьют тревогу. Уголовные дела есть, а орган, который должен их расследовать, фактически отсутствует. За полтора года конкурсная комиссия смогла выбрать только главу Госбюро расследований. В прокуратуре утверждают, теперь имеют право осуществлять лишь процессуальный контроль. Соответственно, все уголовные производства после 20 ноября – прерогатива исключительно ГБР. Это в первую очередь преступления так называемой категории А, совершенные правоохранительными органами и высшими должностными лицами государства. На этот момент мы можем расследовать лишь старые справы, если в них нет категории А. Все остальные справы я должен расписать на СБУ и МВС, пока нет ГБР. А справы, где есть или будет категория А, передавать в НАБУ. Ответственность за коллапс в правоохранительной системе силовики возлагают на Верховную Раду. Дескать, парламентарии на прошлой сессионной неделе даже в повестку дня не внесли закон о возможности продления полномочий прокуратуры. Теперь фактически прекращено расследование преступлений относительно высших должностных лиц времен Януковича и приостановлены дела об убийствах на Майдане. Часть из них передадут в другие следственные органы. На это есть два года, но такая процедура затянет процесс расследования, уверен Юрий Луценко. С моей точки зрения, это очень сложно, потому что они достаточно связаны между собой. Кроме того, с правой против высокопосадовцев Сергей Викторович на громады сотни, а иногда тысячи томов. Поэтому входить в их выучение новым следователем будет очень сложно. Думаю, что это можно было бы оставить за департаментом Майдана, как выключение, в связи с особенным общественным интересом. Эксперты утверждают, такую ситуацию прогнозировали еще несколько лет назад, а провал создания ГБР – несистематический подход к реформам. Не ищите злого умысла там, что можно объяснить простой человеческой глупостью. Это абсолютно украинский бардак. Пять лет государство знает, что действует новый уголовно-процессуальный кодекс. Пять лет есть времени на создание государственного бюро расследований. Пять лет эта работа в нормальном русле не делается. Тем временем в ГПУ надеются, что Госбюро расследований сможет заработать уже через полгода. Александр Васильченко, Руслан Смещук, Любовь Кукла, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал «Интер». И еще о расследованиях преступлений против Евромайдана «Интерпол» снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-замминистра Виктора Ратушника. Поскольку эти преступления совершались в условиях смены власти, следовательно, здесь могут быть признаки политических преследований. Такой ответ из «Интерпола» получили в Генеральной прокуратуре Украины. Убийство Амина Акуевой и взрыв у одного из телеканалов в столице в причастность российских спецслужб к этим преступлениям не верит замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Об этом он заявил одному из изданий. Причем уточнил, что это не его мнение, а информация, полученная от источника. Какого, тоже не сказал. Исходя из этого, Тука предполагает, что убийство Акуевой – это неудачное покушение на ее супруга Адама Асмаева, а взрыв возле телеканала, если верить, что объектом покушения стал нардеп-радикал Игорь Масейчук, был совершен дилетантами, отметил Тука. В хищении 10 миллионов долларов НАБУ подозревает главу горсовета Николая Синкевича. По словам нардепа Каплева, наставленник к самопомощи в последний день своего руководства выделил из бюджета деньги на строительство мусороперерабатывающего завода. Но работаете так и не начались. Сейчас детективы проводят расследование. Мы вернулись до НАБУ. НАБУ порушило справу. НАБУ сегодня имеет высокую доверие с боку украинских граждан. И мы будем допомогать и добиваться, чтобы эта справа была расследована. И те, кто винен, сели в вязницу. Дребные злочинцы, случайные люди, те, кто уничтожил последнюю надею миколаевцев, полтавцев, и других наших співгромадян на краще майбутнє сели за грати. И вони сидитимуть за гратами. Стрельба возле супермаркета в Днепре. Ранено четверо мужчин. Один из них в крайне тяжелом состоянии находится сейчас. Все произошло около полуночи на стоянке магазина в одном из спальных районов. Пострадавшие пили кофе возле своего автомобиля. По их словам, неизвестный в Балаклаве, который приехал на БМВ, неожиданно открыл огонь, после чего сел в машину и скрылся. Его сейчас разыскивают. Дело это квалифицировали как покушение на убийство. С места пригоди вылечено близко 12 гильз, калибр 12 мм. Само с чего стрелял, это будет уже исследовано на экспертизах. Полиция отработает все возможные версии. Стосовно того, что были люди, знакомые, эту информацию подтвердить не могу, потому что подозреваемого человека находилась в Балаклаве. Кто он может быть пострадавшим, неизвестно. В Беларуси задержан украинский журналист. Павла Шаройко подозревают в шпионаже. В белорусском КГБ считают, что он сотрудник украинской разведки, а в Минске работал под прикрытием. Шаройко инкриминирует создание агентурной сети, которая якобы собирала данные в военно-политической сфере. В украинском Минобороны все опровергают. Накануне в Минске задержали еще одного украинца, руководителя донецкого предприятия «Завод утяжелителей» Александра Скибу. По словам посла Украины, его обвиняют во взяточничестве. Скиба прилетел в белорусскую столицу еще 15 ноября на деловые переговоры. Посольство Украины вернулося нотой до Министерства закорбонных справ в Белоруссии с проханием оперативно информировать посольство про причины и условия затримания гражданина Украины. Посольство просит невидкладно надать дозвіл консулу и отведать в месте тримания гражданина Украины. Украинские военные сегодня получили ключи от новых квартир из рук президента. Петр Порошенко подчеркнул, что за последние три года военные сотрудники силовых структур отмечали новоселье 5000 раз и 90% из них участники АТО. Также президент сообщил о том, что в ближайшее время он подпишет закон, предоставляющий статус инвалида войны всем, кто пострадал в зоне АТО, как военнослужащим, так и гражданским лицам. В зоне АТО резко ухудшилась ситуация в районе Приазовье. Там боевики обстреляли позиции наших военных из тяжелого оружия. Бойцам пришлось сдерживать атаки возле Водянова, Павлополя и у Авдеевки. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Добычный будний день. Меньше 100 метров. Тоже сказать не могу. В пригородах Авдеевки бои не прекращаются. Кроме постоянных обстрелов, враг пытается устраивать еще и пехотные вылазки. Работает пулемет, кидают гранату, либо в ОГО могут выстрелить. Стараются забросить сюда, к нам поближе. Пока безуспешно. Может, 25-30 метров подходят. Впереди руины, здания заваленные. Много камней. Вот они. Между камнями. Есть некоторые места, где пытаются подкопаться. Пехотные атаки оккупантов продолжаются как по часам. С 8 вечера до 2 ночи. Действия армейцев уже отработаны. Гасят активность противника прицельным огнем. Бессмысленно. Зачем тратить боеприпасы? Мы работаем наверняка. Видим цель, не видим препятствий. Как-то так. Сложнее всего сейчас на Луганском направлении. Противник активно применяет бронетехнику, танки и БМП. Не утихает и ежедневная канонада крупнокалиберной артиллерии врага. Обстрели были постоянно. Наши военные отвечают почти на каждый обстрел, но исключительно из разрешенного оружия. Мы готовы к любому развитию событий с их стороны. Любые наказки отдают военные и военные силы Украины и нашей части, в частности, готовы выполнять. Это наша украинская земля. Если раньше были какие-то сомнения, то сейчас она настолько полита украинской кровью, что она стала полностью на 200% украинской. В Авдеевской промзоне очередной обстрел. Десантники в ответ действуют своевременно и профессионально. На войне так на войне. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. 47 миллионов долларов на летальное оружие для Украины предлагают выделить совбез США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на собственные источники в Госдепе. По их информации, деньги пойдут на покупку американских противотанковых ракет «Джевелин». Теперь слово за Дональдом Трампом и Американским Конгрессом. Напомню, что в проекте федерального бюджета США уже предусмотрено 350 миллионов военной помощи для Украины. Дубль два. В Киеве неизвестные снова залили цементом вечный огонь в парке славы. Видео с камер наблюдения на своей странице в Facebook выложила компания «Киевгаз». На кадрах видно, что к монументу неизвестному солдату подходят около 8 человек. В руках у некоторых из них ведра с цементом. Буквально пару минут и огонь погас. Найти и наказать виновных призвали в оппозиционном блоке. А недавно принятый закон Украины о статусе ветеранов войны аппозиционеры считают очередной попыткой переписать историю. Это второй же акт вандализма. Это сегодняшняя власть стремится уничтожить символы нашей истории, переписать историю. Раскочегарили националистов, радикалов. Теперь не могут с ними справиться. И сегодняшняя ситуация это просто безобразный акт вандализма. Естественно, мы восстановим вечный огонь. Но это не последний случай. Поскольку недавно приняли, казалось бы, неплохой закон о помощи инвалидам. Но вписали туда то, что обидело ветеранов. И очередная попытка переписать нашу историю. Убрать термин Великая Отечественная война. То, что свято для наших ветеранов, для людей, которые ценят свою историю. Критикуют оппозиционеры и пенсионную реформу. Сегодня в Кременчуге нардеп Юрий Бойко встретился с местными жителями. Люди возмущены. Космические тарифы и заоблачные цены на продукты съедают всю пенсию. Эти надбавки, которые они получают, не покрывают всех расходов. Лидер оппозиционного блока заверил, что их фракция уже обратилась в КС. И будет добиваться отмены пенсионной реформы. Обманули так называемые пенсионные реформы. Пообещали золотые горы. На самом деле мы убеждаемся в том. И сегодняшняя встреча с людьми показала. Что те, у кого были маленькие пенсии, они маленькую доплату и получили. Люди получили по 100-150 гривен. А те, у кого были большие пенсии, они получили большую доплату. То есть это еще больше раскололо общество и разделило на бедных и богатых. Мы уже подали в Конституционный суд обращение об отмене этой так называемой пенсионной реформы. Это не реформы, это геноцид против пенсионеров. Начальника Харьковского университета воздушных сил взяли под стражу. Он может внести залог в полтора миллиона гривен. Такое решение принял Дзержинский райсуд. Генерал-майору Олимпиеву вменяют растрату. Задержан и зам начальника этого вуза, подполковник Никифоров. Суд назначил ему залог в миллион гривен. Кроме того, в университете полное антисанитареток, заявляют в военной прокуратуре. И на суде, и в столовой была моя коллега Светлана Шикера. От автозака до здания суда Андрея Олимпиева сослуживцы проводят аплодисментами. Рассказывают, сколько он сделал для вуза. Это самый порядочный человек. Он подготовил сейчас передовой отряд летчиков, то, что не было сделано за 20 лет. Олимпиева подозревают в растрате 2 миллионов 400 тысяч гривен при закупке топлива в 2016-м. Якобы генерал подписывал ДОП-соглашение и завышал цены. Прокурор просит содержание под стражей с залогом в 3 миллиона 200 тысяч. Дескать, подозреваемый может скрыться. У него есть родственники в России. И на 19 ноября якобы был забронирован билет до Минска. Не отлучаться с места Харкет без дозвола следствия. Утриматься от общения со свидетелями. Относить электронный заседок контроля. Сам Олимпиев свое задержание считает незаконным. Вважаю, в целом, все пропущения следствий военной прокуратуры параноей. Мы переверены всем вопросом аудитом Министерства обороны Украины. Мы переверены всем вопросом рахунковой палаты. Пока идет суд, журналистам открывают двери столовой Университета Воздушных сил. В субботу военный прокурор Анатолий Матиоз опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото, где в тарелках курсантов тараканы и черви. В ВУЗе уверяют, картинки сфальсифицированы. Не может быть таракан, даже если на него посмотреть, если он прошел термическую обработку в каше, казани. Мы сейчас покажем казани, где на 250 килограмм готовится, чтобы тарган с усиками, с лапками лишился. А вот представители фирмы, которые готовят обеды для курсантов, не скрывают. С заселением тараканов тщетно борются с весны. То, что в ВУЗе есть тараканы, мы убедились сами. Вод ползет прямо перед камерами. Но курсанты не жалуются, а говорят, кормят хорошо. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. А в Черновицкой области охотятся на контрабандистов, массово переправляющих через границу сигареты. Очередную партию контрабанды задержали минувшей ночью. Почему нелегальный поток не иссякает, и кто еще попался, знает Ольга Поломарек. Около полуночи пограничники пункта пропуска Рассошаны услышали подозрительные звуки. На большой скорости к ним приближался микроавтобус. В воде, слава Богу, живы и здоровы. В крови водителя обнаружили больше двух промилей алкоголя. Куда так спешил, мужчина объяснить не смог. Как и то, что делал на границе посреди ночи. А вот пограничникам пункта пропуска Черепковка для того, чтобы остановить нарушителей, пришлось стрелять. Трое мужчин пытались переправить в соседнюю Румынию сигареты. Увидев, что их засекли, начали бежать. Зазвичай они себя почувают свободно. Но уже когда Фемида наступает на пятый, то уже совсем меньше ставления, совсем другая поведение. Контрабандистов сигарет пограничники ловят регулярно. Табак перевозят в бензобаках, прошивках автомобилей, переносят на себе. Местные активисты уверены, масштабы контрабанды на Буковине огромные. По их посчетам, лишь из Черновицкой области за границу перевозят около 30 тысяч ящиков сигарет ежемесячно. Это миллионы, это если разобраться по 32 тысячи ящиков, я не знаю, мне кажется, больше, чем 10 миллионов долларов, а то даже евро. Это тяга фурами, через лес. Более того, активисты говорят о так называемом круговороте сигарет, когда конфискованный товар, вместо того, чтобы быть уничтоженным странным образом, вновь появляется на границе. Как мы выяснили, из складов пропадает, вылеченный, да, по документам, снищенный, без акции, типа левые сигареты. Вместо того, чтобы снищены, они дальше передаются по другому колу и снова перетирают кордон. Но вот в чем солидарны и пограничники, и общественники, так это в том, что ответственность за контрабанду нужно ужесточить. Ведь мизерные штрафы дельцов не пугают, а выручка от одной охотки покрывает все расходы. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. 7,5 миллионов квадратных метров в столице отжили свое. В этом году у Хрущевок юбилей 60 лет, а это значит их сроку с эксплуатацией истек. В некоторых из них жить, как минимум, небезопасно. Сносить или ремонтировать? Что решили чиновники? Давайте посмотрим. Дом-убийца. Так ласково называют эту пятиэтажку жители. На стенах здания обнаружили 39 видов грибка. У Марии Степановны бронхиальная астма. У ее мужа рак легких. Разновидностей болезней у жильцов здесь столько, что даже отдельную папку завели. Это папка захворюваности и смерти. Гепатит, сахарный диабет, онк. Ни дезинфекция, ни ремонт грибок не берут. Выход только один, уверенный владелец квартир. Дом необходимо снести. Около 10 лет добивались от власти новое жилье. И только в этом году в город администрации нашли для строительства площадку. План утвердили. Осталась бумажная работа и дом наконец-то начнут возводить. А что делать с остальными хрущевками, чей срок годности уже на исходе? Эксперты сообщают, есть два варианта. То, что было сделано в период до 60-х годов, 65-го, оно безусловно не соответствует современности. Их легче снести. Вторая тенденция – это те хрущевки, которые были построены позже. Их легче идти по этапу энергомодернизации. Недавно в СМИ бурно обсуждалась информация о том, что власти Киева якобы решили снести все хрущевки. Но это лишь слухи. В город администрации рассказали, программу реновации просроченных домов уже разработали. И какой сносить, а какой ремонтировать, решать будут в индивидуальном порядке. Во-первых, провести инвентаризацию всех этих домов. На сегодняшний день, за нашу информацию, в городе Киеве их близко 2 тысяч. 7,5 миллионов квадратных метров. Главная проблема – куда отселять людей и какую жилплощадь давать семьям. Ведь махинаций со стороны жильцов тоже хватает. Чутко проходит, что какой квартал будут реконструировать. Тут же идет масса разлучений. Человеки с женами разлучаются. Надея на то, что в наступном они отримуют две квартиры заместь одной. В принципе, законодательство должно дать четкую ответственность. Какий коэффициент обмена? В Днепровском районе столицы отселение длится уже 8 лет. Чиновники никак не могут получить согласие от всех жильцов. Столичная администрация просит внести поправки в закон и начинать отселение при согласии хотя бы 75% семей. А с остальными решать вопросы в судах. Иначе процесс может затянуться не на одно десятилетие. Ольга Теребинская, Полина Спасенко, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. У крозелезницы недосчитались 6 миллиардов гривен. В такую сумму обошлось запоздалое повышение тарифов на грузоперевозки. По мнению руководителя компании Евгения Кравцова, поднять расценки на 15% нужно было еще в феврале этого года. А вот пассажирские перевозки дорожать не будут, по крайней мере до конца года, обещает Кравцов. Но цены вполне могут пересмотреть в 2018 году. Помимо тарифов, у крозелезницы продолжает очищаться от коррупционных схем. В частности, железная дорога во время руководства поляка Болчуна была одним из источников обогащения нардепов-бизнесменов Дубневичей. Всего же в НАБУ расследуют 20 дел по фактам коррупции в железнодорожном хозяйстве. Одесский припортовый завод остановился. Причина в поломке одного из агрегатов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый зам директора предприятия Николай Щуриков. По его словам, это уже третья остановка за неполный месяц, с тех пор, как завод возобновил свою работу. Каждый раз специалисты предприятия устраняли поломки. Смогут ли на заводе решить технические проблемы, станет понятно только после того, как ОПЗ включится на полную мощность. СБУ накрыло банду хакеров, которая украла 10 миллионов гривен. Деньги пропали с полутора тысяч банковских карт клиентов госбанков. Преступники считывали карточки, похищая реквизиты. Чтобы получить доступ к данным, заражали вирусами компьютерные сети банков. В Житомирской области кража не виртуальная. Там неизвестные ограбили местных предпринимателей. Забрали 30 килограмм ювелирных изделий из золота и 15 миллионов гривен. По информации полиции, нападавшие на нескольких автомобилях блокировали автобизнесменов и силой вытащили их из салона. Пассажир пытался сбежать. Ему прострелили ногу. Иномарку угнали, через несколько километров бросили и забрали сумки с золотыми украшениями. Пострадавшие жители Винницы участвовали в столичной выставке ювелирных изделий. Вернуть под стражу директора лагеря Виктория требовали сегодня в Одессе. Родители детей, погибших и пострадавших во время пожара, пришли к зданию суда, который рассматривал апелляцию. Чем все закончилось, расскажет Андрей Анастасов. У здания областного апелляционного суда родители участников танцевального коллектива «Адель». Тех детей, которые в сентябре оказались в охваченном огнем в лагере Виктория. Тогда погибли три девочки. Светлана Арпенти утратила в пожаре 12-летнюю дочь Снежану. Женщина возмущена тем, что на днях Приморский райсуд Одессы выпустил из СИЗО под залог главного подозреваемого, директора лагеря Петра Сосаркисяна. Меня смущает то, что два месяца прошло и ни одного задержанного. Как это так? Вот скажите. Прокуратура требует отменить решение суда первой инстанции и вернуть Саркисяна под стражу. Адвокаты подозреваемого просят перенести рассмотрение апелляции. Дескать, Саркисян сейчас в больнице, а его присутствие на заседании обязательно. В итоге суд решил перенести заседание на 27 ноября. В прокуратуре считают, Саркисян намеренно затягивает процесс и отмечают, он до сих пор не дал ни одного показания. Директора лагеря Виктория подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к гибели людей. За это ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Родители детей считают, в период расследования Саркисян должен находиться под стражей. Мы волнуемся, что он может влиять как-то на следствие. Мы волнуемся, что он может покинуть страну. Что касается самого расследования трагедии, то уже практически полностью завершены допросы фигурантов дела на заключительной стадии и проведения экспертиз пожарно-технической, строительно-технической и электротехнической. Первые выводы о том, почему лагерь вспыхнул, как спичка. Прокуратура планирует огласить через 2-3 недели. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. В Запорожской области растет количество заболевших корью. Их уже 93 человека. 32 из них ученики Кушугумской школы интеллект. Там, напомню, на прошлой неделе заболели 14 детей. Переносчиком опасной инфекции стала учительница младших классов. Сейчас школы не работают. Всех детей отправили на досрочные каникулы. Так называемое веерное увеличение заболеваемости обуславливается низкой иммунной прослойкой и тем, что вирус длительное время не циркулировал на нашей территории. Шенген по-новому. Евросоюз изменил систему регистрации на границах. Чтобы попасть в страну шенгенской зоны, будет недостаточно визы в паспорте или биометрических документов. Что еще нужно, когда заработают эти новые правила, знает Елена Абрамович. Перекрыть схемы мошенникам, которые используют разные паспорта, а также отслеживать террористов. Такова основная цель новых правил, которые готовит для Шенгена Брюссель. Печати в паспортах на границе мало решили чиновники и предложили ввести предварительную онлайн-регистрацию. Чтобы личность нерезидента, который собирается въехать в страну шенгенской зоны, могли проверять еще до его прибытия на границу. Будет легче предотвратить то, что произошло, например, на берлинском рождественском рынке, где террорист совершил нападение и потом мы выяснили, что он использовал 15 различных удостоверений личности. Новая система предусматривает сбор большего количества данных и, несмотря на это, пересечение границы ускорится, уверяет в Еврокомиссии. Изменения коснутся всех граждан третьих стран, независимо от того, едут ли они по безвизу или нет. За эти правила уже проголосовал Европарламент, а Совет Евросоюза их утвердил. Далее подписание и публикация. А заработают они лишь в 2020-м. Нужно создать и внедрить систему, а еще подготовить пограничников. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. НАТО может лишиться одного из самых влиятельных союзников на Ближнем Востоке. Пересмотреть членство Турции в Альянсе предложил Елчин Тапчо. Это советник президента Эрдогана. По его мнению, НАТО демонстрирует враждебное отношение к республике. Также членство в Альянсе якобы увеличивает зависимость Турции от других стран в политическом и экономическом плане. Политический кризис в Германии. После месяца переговоров партии так и не смогли сформировать коалицию. Что дальше? Правительство меньшинства или новые выборы? Знает Татьяна Лагунова. Ангела Меркель планировала до Рождества сформировать новое правительство, подписать коалиционный договор и приступить к работе. Теперь канцлеру придется менять свои планы. Переговоры христианских демократов, зеленых и либералов с треском провалились. Коалиции не будет. И хорошо, если до Рождества немецким политикам удастся найти выход из политического кризиса. Компромисс искали больше месяца. Противоречий у партий накопилось много и практически по всем темам. От климата до миграционной политики. Они сами ставили дедлайны и сами их нарушали. Сегодня же ночью стало понятно, коалиции не будет. Из переговоров неожиданно вышли свободные демократы. С формулировкой «отсутствие доверия». После нескольких недель переговоров у нас есть документ полной противоречий, открытых вопросов и конфликта интересов. Мы не желаем нести за него ответственность. И многие пункты считаем вредными для страны. И не хотим подводить своих избирателей, поддерживая политику, в которой не уверены. Лучше не править, чем править плохо. До свидания. Что стало причиной такой выходки, принципиальность либералов или их политические амбиции, кажется, не поняли даже партнеры по переговорам. Мы считаем, что находились на правильном пути и были близки к согласию. Сейчас нужно хорошо задуматься, что будет дальше с Германией. Но я, как действующий канцлер, обещаю сделать все необходимое, чтобы эффективно управлять страной в эти тяжелые недели. Я хочу подчеркнуть, мы могли достичь понимания. Мы были готовы идти на компромиссы, даже переступая через свои болевые пороги. Но это же должны были сделать все стороны. А одна из партий оказалась не готова. Кто виноват, уже понятно, что делать дальше еще нет. В дело уже вмешался президент Германии. Сегодня он встретился с лидерами партии и призвал их как можно скорее найти выход из кризиса. У Ангела и Меркель маловато пространства для политических маневров. Она может попытаться снова создать большую коалицию с социал-демократами, либо сформировать правительство меньшинства. Но оба варианта маловероятны. СДК уже заявили спасибо, нет. Ну а правительству меньшинства будет сложно принимать какие-либо решения. Так что, похоже, у Ангела и Меркель остается лишь третий вариант. Новые парламентские выборы. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На допрос, как на работу, Бенемин Нетаньяху в шестой раз дал показания полиции. Премьер-министра Израиля несколько часов допрашивали в его резиденции по правилам безопасности. Он не может явиться в полицию. Главу правительства подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Также Нетаньяху якобы пытался оказывать давление на прессу. Несколько дел завели и против его супруги. Сам премьер называет данные расследования происками оппонентов. И очередной секс-скандал в США. Очередная разрушенная карьера. Конгрессмен-республиканец от штата Огайо. Уэнс Гудмен ушел в отставку после того, как его застали на рабочем месте в момент интимной связи с мужчиной. Инцидент этот произошел на минувшей неделе. Выяснилось, что ярый поборник традиционных ценностей, женатый христианин Гудмен, давно скрывал эту тайную часть своей жизни. Конгрессмену пришлось извиниться перед избирателями и сложить свои полномочия. Умер один из самых жестоких убийц 20 века, Чарльз Мэнсон. Его приговорили к девяти пожизненным срокам и, несмотря на все прошения, отказывались помиловать. Почему лишь сейчас Америка вздохнула с облегчением? Дмитрий Анопченко расскажет подробности. 83-летний старик со злым надменным взглядом и свастикой на лбу. Охранники тюрьмы Конкаран в Калифорнии до последних дней, пока Мэнсона не перевели умирать в больницу, боялись заходить в его камеру. Как-никак, самый известный серийный убийца в мире. В 60-е он создал коммуну под названием «Семья», которая скорее на секту была похожа. Они собирались на заброшенном ранчо, пели песни, устраивали оргии, служили месы дьяволу, принимали наркотики, запивая их кровью убитых тут же животных. В 69-м Америку потрясло массовое убийство, совершенное по приказу Мэнсона. Тогда погибла беременная жена кинорежиссера Романа Полански. Помимо нее банда еще четырех человек убила. А потом были новые убийства, безжалостные и ужасающие. Суд над семьей для целой страны стал тогда событием номер один. Журнал «Роллинг Стоун» назвал Мэнсона самым опасным из ныне живущих людей. Но находились и те, кто ему сочувствовал и даже восторгался. От смерти его спасло только то, что в Калифорнии смертную казнь отменили. А потом больше 35 лет в тюрьме. За решеткой Мэнсон успел написать автобиографию, раздавал интервью. Объявил себя христианским активистом, даже женился и стал отцом четырех детей. 16 раз просил его помиловать и отпустить, но судьи понимали, проявивая они доброту к старику, и снова прольется кровь. И сегодня, когда пришла новость о том, что смерть забрала и его, многие из тех, для кого Мэнсон был современником, вздохнули с облегчением. И просят только об одном – кремировать тело и развеять прах. Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Платиновая свадьба и Ее Величество Королевы Великобритании празднуют 70-ю годовщину брака с принцем Филиппом. Это первая в мире монарши-чета, отмечающая такой серьезный юбилей. Их история любви не была безоблачной. Все подробности из Лондона от Светланы Чернецкой. Как и 70 лет назад, колокола Восьминстерского аббатства звучат на честь королевской читы. Здесь обвенчались 21-летняя принцесса Елизавета и 26-летний принц Филипп. Это была свадьба века и первое событие из жизни королевского двора, которое транслировали в прямом эфире по телевидению и радио. Несмотря на тотальную послевоенную бедность, празднование устроили очень пышное. Даже ингредиенты на торт собирали всем миром. Муку прислали из Канады, ром из Ямайки, а сухофрукты из Австралии. Публика ликовала, когда молодожены появились на балконе Букингемского дворца. Я думаю, что без принца Филиппа жизнь королевы была бы очень сложной и очень грустной. Она молодая, уверенная в себе, наследница престола. Он красивый моряк благородных кровей, принц греческий и датский. Правда, без гроша за душой. В клятве верности будущей жене он пообещал быть ей верным вассалом и душой, и телом, что не всегда давалось ему легко. Он не из тех, кто промолчит. По сути, он единственный человек, который абсолютно прямо скажет королеве, если посчитает какую-то идею нелепой, причем сделает это особо не подбирая слов. Нередко принц попадал на передовицы мировой прессы и даже бывала в неприглядном свете. Он любил вечеринки и общество привлекательных женщин. Слухи о романах мужа даже побудили ее величество выступить заявлением о том, что у них все отлично. Он стал для нее каменной опорой с момента вступления на трон. Он отказался от собственной военной карьеры, выдвинув на первый план королеву. Несмотря ни на что, они все так же с нежностью смотрят друг на друга 70 лет спустя. Свою годовщину супруги празднуют в Виндзорском замке. На ужин пригласили всю большую семью и близких друзей. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Чем закончилась жесткая посадка самолета во Флориде? В какой стране можно оказаться за решеткой, надев купальник, и сколько стоит засохшее пирожное со свадьбы Трампа? Об этом и не только в нашем обзоре. Жесткую посадку на оживленную трассу совершил небольшой самолет во Флориде. Пилот обнаружил проблемы с двигателем и решил, что не дотянет до ближайшего аэропорта. При посадке самолет задел крылом дерево, из-за чего потерял контроль и упал на дорожное полотно. Машина чудом не зацепила автомобили. Жертв и пострадавших нет. В Египте поп-певицу арестовали за слишком откровенный клип. В нем исполнительница предстала в образе учительницы. Она соблазнительно ест фрукты, красит губы и позирует в нижнем белье. Ролик вызвал волну негодования среди мусульман. Певица извинилась за оскорбление религиозных чувств, но вскоре ее арестовали по подозрению в разжигании и разврата. В Шанхае начался показ грандиозного шоу «Виктория Сикрет». Нижнее белье демонстрирует более 50 моделей. На подиум вышли такие знаменитости, как Адриана Лима и Александра Амбросио. В Китае показ модного бренда проходит впервые. Поучаствовать смогли не все ангелы. Китай отказал визе американке Джи Джи Хадид и украинке Даши Христун. Остатки сладкие и дороги. Свадебное пирожное со свадьбы Дональда Трампа и Милании продали на аукционе почти за 2250 долларов. Торжество состоялось в 2005 году. Каждому гостю, кроме кусочка торта, давали в подарок небольшое пирожное. Зачерствелый лот превзошел начальную стоимость в 9 раз. Какая боль в Румынии футбольный клуб Академия Рапид разгромил соперника Венус 19-14 со счетом 26-1. Поединок состоялся между командами 4-го дивизиона. Первый тайм Академия Рапид взяла в сухую 9-0. Во втором набросила еще 17 мячей. И лишь в конце второй половины матча соперникам удалось размочить счет. Это все новости на сегодня. Легкой нам всем недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин